Искать грибы занятие увлекательное, а вот искать человека, который отправился в лес и пренебрег правилами безопасности, становится для спасателей настоящим квестом за жизнь. Ошибка людей классическая, они говорят, мы пойдем недалеко, мы ничего с собой брать не будем, и в общем мы там ненадолго, на полчасика, на часик. Вот в итоге эта штука может закончиться длительными долгими поисками. Как только вы поняли, что заблудились, нужно действовать четко и без паники. Говорят спасатели, прекратить движение, посмотреть по сторонам и оценить окружающую обстановку. Важно выяснить, есть ли связь. Если человек потерялся в природной среде, естественно, он звонит сразу же на телефон 112. 90% случаев он звонит самостоятельно, редко кто уже без телефона ходит, все-таки прислушиваются к советам. Поступая на службу 112, оператор сразу же принимает вызов, опрашивает, собирает все необходимые сведения по соответствующему алгоритму и рассылает всем взаимодействующим службам. Обычно на поиск потеряшек выдвигаются полиция, кинологические расчеты, спасательные подразделения. Поисково-спасательные отряды играют огромную роль. Алина уже третий сезон помогает искать людей. Главное уметь работать в команде, уверена девушка. Я встретила потеряшку, она проходила мимо моего дома. Я пообщалась с мужчиной, ну вроде адекватный, он ушел. И через пару часов я увидела, что он пропал. Ну я быстренько собралась, штаб был у моего дома и его нашли через полчаса. В начале сезона потерялось порядка пяти человек. Всех удалось найти. Но самая горячая пора у отряда «Лиза-Алерт» начнется с первыми дождями, когда грибники устремятся в леса. Если человек лежит в лесу в камуфляжной форме, 2-3 метра можешь пройти возле человека, ты его не увидишь. Так что просьба, кто идет в лес, одевайтесь в яркое, красное, оранжевое, чтобы видеть издалека вас, если мы вас будем искать. Поисковики предупреждают, соблюдайте все рекомендации, чтобы к ужину вас ждала дома жареная картошка с белыми грибами, а не паника в темном лесу. В преддверии сезона в очередной раз мы хотим напомнить гражданам несложные правила безопасности при походе в лес. Обязательно необходимо сообщить близким, в какое конкретное место они собрались, определить время, на какое они уходят в лес. Обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон и дополнительное зарядное устройство. Также мы рекомендуем взять с собой запас воды, спички, компас и свисток. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...